Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Добрый день ещё раз. И Александр Рассохин, Владимир Сметанин. Здравствуйте. Ну что, в прошлом части Михаил Лицарев в конце завершал тему по поводу памятника Дзержинскому в Кирове. Сказал, что, может быть, и нужно установить памятник, потому что знания истории у граждан наших довольно порой скудные, недостаточные. И памятники, какие-нибудь памятные стенды, доски, они бы напоминали нам о событиях, о личностях. Ну и вот о системе образования мы поговорим в этом часе. У нас в гостях исполняющие обязанности министра образования Кировской области Михаил Исупов. Михаил Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А вот, кстати, ваша оценка исторических знаний в обществе, вы можете как-то объективно дать информацию? Ну, наверное, не очень, наверное, объективно, потому что я сам физик, а не историк. Да, тут мне очень сложно смотреть на эти вещи. Но история всегда вопрос такой неоднозначный. То есть определяется через много-много лет, кто прав, кто виноват. Но я считаю, что к истории надо все равно относиться, по крайней мере, с уважением, потому что это наша история, мы ее прожили, это история, это жизнь наших дедов, прадедов. Поэтому в любом случае надо ее знать, помнить, и ни в коем случае нельзя там забывать и стирать ее полностью из памяти. И стараться воздерживаться от тех установок, которые существуют в той или иной эпохе. Да? Ну, я считаю, что... Стараться максимально объективно подходить к этому. Конечно, максимально объективно. То есть любой исторический деятель, он исторический деятель, и надо так и относиться. Неважно, какой он был, он там был, не знаю, коммунист или он там был, допустим, царь, допустим. То есть совершенно неважно, роль каждого человека в свое время была достаточно важна. Поэтому надо оценивать именно человека в рамках той эпохи, а не сейчас. То есть не как мы сейчас это понимаем, там правильно, неправильно он поступал. Ну, я, конечно, не историк, мне тут очень трудно рассуждать. Да, ну, мы с этого начинаем. А в общем и целом мы пригласили Михаила Васильевича поговорить о том, в каком направлении будет развиваться образование в нашем регионе в ближайшие годы. Вот до начала нашего разговора Михаил Васильевич упомянул о том, что на ближайшие два года уже некая стратегия разработана, развитие образования. И сегодня мы по основным направлениям данной концепции и пройдемся. Ну и, кстати, с завершением очередного учебного года Васильевича. Да, спасибо. Год еще не завершился. Сейчас идет самое сложное. Буквально вчера прошел первый экзамен ЕГЭ, два экзамена по информатике и географии. Так что сейчас началась вот как раз эпоха такая итоговой аттестации. Итак, давайте определимся. Вот, собственно, какие у нас там маяки, какие основные цели существуют в образовании в Кировской области. Да, буквально в пятницу при губернаторе Кировской области, при исполняющей обязанности губернатора, прошел конституционный совет по образованию, в котором принимали участие заместитель, представитель правительства Дмитрий Александрович Курдюмов. Курирующий эту сферу. Да, курирующий эту сферу. Значит, Анатолий Михайлович Чурин, который много лет возглавлял систему образования у нас в области. Но ныне он советник. Да, он сейчас советник губернатора по вопросам образования. Это Валентин Николаевич Пугач, исполняющий обязанности ректора одного из наших крупнейших вузов. И мы вместе как раз рассмотрели вот эти наиболее важные такие вехи развития нашего образования на ближайшие два года. И, по сути, определили те основополагающие направления, в которых мы будем развиваться. Ну, наверное, вот как учить, чему учить, это все сейчас определено в наших стандартах, по которым мы организуем образовательный процесс. Наверное, самый главный вопрос, который остается без четкого ответа, это зачем вообще учить? То есть, да, тут, наверное, каждый отвечает по-своему. Я бы, наверное, сказал так. Зачем мы вообще учим детей в разных школах, в деревнях, в селах, в городах? С какой целью? То есть, к сожалению, очень часто бывает так, что мы учим детей для того, чтобы они научились чему-то и уехали. Наверное, вот сейчас главные вопросы, это вопросы патриотизма и патриотического воспитания. И не все правильно понимают, что такое патриотизм. Вот с моей точки зрения, патриотизм — это любовь к родине. Причем не абстрактная любовь к родине и не к абстрактной родине, а к своей конкретной, своей малой родине. К своему селу, деревне, городу, району, где человек родился, вырос. Так, значит ли это, что будет делаться упором большее какое-то на патриотическое воспитание? Ну, вот на патриотическое воспитание именно в этом направлении, в этом ключе. То есть, мы должны, в общем-то, себе честно признаться, что мы не очень стремимся к тому, чтобы наши дети оставались в нашем том районе, где не учатся. Хотелось бы сделать так, чтобы дети именно желали остаться и сделать свою малую родину лучше. Сейчас вот ездим с губернатором по районам и очень часто на вопрос, о чем мечтаете, куда хотите поехать после школы. Дети отвечают, что мечтаю уехать из своего района, мечтаю поступить в какой-то вуз. Причем не с целью вернуться, вот, к сожалению, обратно, а с целью именно просто уехать из района. Наверное, это не совсем правильно. Михаил Васильевич, простите, а что плохого в том, что мечта есть такая вот у человека? Вот нет, плохого в этом принципе... Человек, юноша, девушка, горит желанием, где-то там добиться большого успеха. А потом вернется. Так вот, как раз... Пусть возвращается. Как раз вот я не против того, чтобы они ехали куда-то поступать, уезжали там в лучшие вузы. Действительно, вот надо, чтобы они возвращались. Вот мне очень нравится лозунг в нашем Кирове, город, в котором хочется жить, в котором хочется возвращаться. Наверное, этот лозунг должен быть основой как раз для нашего образования. То есть, где бы ты ни был, кем бы ты ни... какое бы образование ты ни получал, все-таки цель-то должна сделать свою малую родину лучше. Восстанавливать, возрождать нашу... То есть, ругать мы всегда можем, критиковать мы всегда можем. А что ты сам сделал для того, чтобы эта родина стала лучше? Чтобы здесь стали зарплаты больше, и чтобы было куда сходить отдохнуть, где работать и так далее. То есть, мы можем только ругать. Надо, наверное, что-то делать для этого. Какой инструментарий-то, да? Будет использоваться в этом отношении. Сейчас начинаем об этом говорить. И в первую очередь, конечно же, это вопросы профориентации. То есть, мы говорим о том, что не только учителя должны детям рассказывать о профессиях, их как-то ориентировать. А должны в школу прийти сами производственники, сельскохозяйственные организации. То есть, те, кто нуждаются в рабочих руках, они должны прийти и рассказать, чем они занимаются, что у них интересного в их производстве, чем-то заманить будущих, так сказать, их работников. И, соответственно, разрабатывается такая программа. Это подшефная школа, опорное предприятие. То есть, мы считаем, что мала пока роль как раз производственников, промышленников в привлечении к себе интересующих их рабочих кадров. Вот в официальном сообщении говорится, что цель – это закрепить выпускников школ на территории нашего региона путем формирования мотивации работать на конкретном предприятии. Да. Вот так это сформулировано. То есть, вот это конкретное предприятие должно как раз и мотивировать, а не учителя, которые, может быть, там плохо представляют, что за производство. Потому что у нас сейчас очень утрированное понимание у молодежи, что такое завод, что такое ферма и много-много другое. То есть, сейчас современное производство, оно очень далеко ушло вперед от тех представлений, которые мы видим по фильмам 70-х, 80-х годов. Поэтому, к сожалению, у нас вот этой рекламы нет вот этого нового представления, где же может работать наш ученик. Может быть, фильмы снимать новые? Наверное. Наверное. Потому что должно вырабатываться представление. Ученика надо привезти в эту современную ферму, в этот современный цех, где он должен увидеть, что там все достаточно красиво, современно, научно, технологично. Я считаю, что это замечательно. И это будет привлекать людей вот в такие наши производственные, промышленные предприятия. Но у вас наверняка есть позиция, чтобы такую пропаганду то же самое предприятие проводило. Да. Да? Вот как раз мы хотим больше заинтересовать сами предприятия. В принципе, примеры есть. Сельскохозяйственные предприятия выходят на такие примеры сотрудничества. И есть у нас в районах некоторые предприятия, которые уже активно сотрудничают со школами, водят на экскурсии учеников школ и вот планируют, видимо, их уже привлечь к себе на работу. А когда вы какие сроки ставите, чтобы масштабно развернулась эта программа? Опорное предприятие, подшефная школа, какие-то количественные показатели задаются? Ну, мы надеемся, что у нас, да, в этом году мы, учебном году, который завершается, и летом мы проведем такие подготовительные работы. А с начала учебного года, с 1 сентября, мы начнем уже активно эту программу реализовывать. Общение с представителями предприятий тоже проводится? Вот сейчас мы начинаем как раз эту работу, и у нас есть летний период, чтобы активизировать этот процесс, в первую очередь, со стороны промышленников, со стороны предприятий. Вы как-то будете просить у предприятий некую программу, по которой они будут работать? Ведь все-таки тут работа с молодежью, с детьми, система нужна. Ну, мы сейчас разработали методические рекомендации, как можно сотрудничать, обоюдно сотрудничать, чтобы была именно обоюдная выгода и для предприятий, и для школы. То есть, какие варианты можно предложить и со стороны школы, и со стороны предприятия. Ну, а вот уже конкретные программы, они будут сейчас разрабатываться, потому что для этого нужно время. А вовлечение непосредственно ребят уже старшего возраста в какие-то производственные процессы тоже это будет? Ну, вот в этой программе предусмотрено и трудоустройство в каникулярное время. То есть, это, в принципе, предусматривается. Ну, и сейчас дети иногда работают, но, может быть, сейчас этот вопрос несколько стихийно решается. Хотелось бы, чтобы это было более программно. А ведь это, по большому счету, вовсе не какое-то новшество. Это опыт, который раньше осуществлялся. И это хорошо забытое старое, потому что шефы у нас были всегда. К сожалению, только, может быть, от шефа в большей степени только требовали, меньше им давали. А, наверное, сейчас надо говорить, что процесс должен быть обоюдный. И вот, по сути, это возвращение к старым каким-то забытым вещам, но переработано в современной реалии. Что, пауза? Нам нужно прерваться, да, буквально на полминуты. И после мы продолжим говорить про будущую систему образования в регионе с исполняющим обязанностями министра образования региона Михаилом Исуповым. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. А мы уже торопимся и дальше задавать свои вопросы исполняющими обязанностями министра образования нашего региона Михаилу Исупову. Да, но у нас есть слушатель на линии, как я понимаю. Как неожиданно. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Вас беспокоит Казаков Роман Николаевич. Да, Роман Николаевич, да, очень немного времени четко давайте вопрос. Да, буквально займу у вас 60 секунд, потому что, во-первых, представлю, что я работаю преподавателем, как уже здесь было заявлено, в одном из крупнейших вузов Кировской области и в одном из крупнейших колледжей. Вот. Просто хочу сказать, что, ну, буквально две ремарки. Не ради дискуссии, а ради рассуждения. Значит, что касается патриотизма, то у меня, как у историка, глубочайшее убеждение, что патриотизм у русских людей, он в крови. Его только нужно чуть-чуть направить, если кто-то не понимает. И русские патриотизмство никак не потеряют. Что касается того, что у нас молодежь планирует учиться, развиваться, давайте вспомним Ломоносова. Он тоже однажды ушел из своей деревни и туда уже никогда не вернулся. Он служил Отечеству. И еще одна ремарка. То, с чего начинали вы вашу программу, в общем-то, насчет памятников. Я к Дзержинскому отношусь резко негативно. Уж просто если говорить рефреном, то давайте поставим памятник другому Павлычу, Малючу Скуратову. Дзержинский памятник, тем более в нашей вятке, не заслужил. Спасибо. Спасибо. Вот по всему, Роман Дмитриевич, прошлись. Накипело. Это действительно памятники нам должны определять. Давайте памятники мы уже все оставим в прошлом часе. Вдруг Гордума завтра еще не утвердит этот вопрос. Если утвердит, еще пообщаемся. Вот я правильно понял, что часть этого плана с 1 сентября будет реализовываться? Да. Уже план он краткосрочный, пока мы говорим о двух годах. И долго ждать не будем. То есть с 1 сентября запускаем уже большинство проектов. И с 1 сентября планируется выдавать стипендии выпускникам, которые останутся работать в регионе. И там до 5000 рублей, как я понимаю, это касается выпускников вузов и СУЗов. Они должны заключить соглашение с Министерством образования региона, там, вузом или колледжем и предприятием. И в дальнейшем должны отработать три года. Ну, в принципе, вот сейчас как раз идет разработка вообще стипендиальной программы. Нужно сказать, что стипендии, они никуда не деваются, они остаются. Есть обычные академические стипендии, которые все получают студенты. Есть социальные стипендии, которые там различные категории студентов получают. Мы сейчас говорим дополнительно еще к этому. То есть не то, чтобы взамен чего-то, а именно дополнительно. Если учащиеся системы СПО или высшего учебного заведения заключают четырехсторонний договор, мы говорим именно четырехсторонний, то есть это сам ученик, это будущий работодатель, это Министерство образования и, значит, учебное заведение. И в этом случае студент получает дополнительную стипендию. Ну, с него, в принципе, требуется то, что он должен обещать, отработать. Ну, не обещать, понятно, отработать в дальнейшем. А какой срок? Срок, ну, мы говорим о двух сроках. Это три года или пять лет. То есть, в принципе, ученик может выбирать. Ну, стипендия, естественно, будет зависеть от этого срока. Стипендия будет зависеть от разных параметров. То есть будет определяться та специальность, которую выбирает человек. То есть, если это очень важная, нужная специальность для того региона, который он выбрал, то есть там будут коэффициенты, скажем так, повышающие коэффициенты. Ну, например, если, ну, так утрированно, скажем, человек захотел работать дворником, ну, скажем так, это может быть одно дело. А если он захотел работать высококвалифицированным там специалистом, например, инженером, которых нет в определенном районе, а необходимость большая, то коэффициент будет большой. Коэффициент зависит от места, то есть это удаленная территория от города Кирова. Кстати, я говорю, что для города Кирова такие для, если выбирает трудоустройство в городе Кирове, то эта программа не работает. Мы говорим только о районах нашей Кировской области. Вот. От удаленности района тоже будет зависеть данная стипендия. Ну, и вот как раз от выбранного периода отработки, 3 или 5 лет, и еще от успеваемости. Понятно, что успеваемость, если хорошая, то бонусы еще идут. И стипендия, она вот при, скажем так, разных условиях может доходить, ну, вот если в высшем образовательном учреждениях, ну, наверное, тысяч до шести. До шести максимум. Ну, примерно, да. Непосредственно это чьи деньги? Это деньги областного бюджета. Областного бюджета. И будут выплачиваться по всем специальностям. Здесь мы не ограничиваем. Если на данный момент у нас есть такая программа для педагогических специальностей, у нас те, кто готов отработать педагогом в течение 5 лет, они получают стипендию 5 тысяч. Ну, сейчас распространяем на все специальности, которые нужны в том или ином районе. А возможность индексации этих выплат пока не рассматривается? Пока нет. Пока надо программу запустить, посмотреть заинтересованность, насколько будет большой спрос. Потом мы можем корректировать в сторону увеличения или уменьшения, смотря от спроса. Ну, я правильно понимаю, что также размер выплаты стипендии будет зависеть от сферы, то есть специалитета. Да, то есть именно значимость от профессии, как бы, да, то есть от той профессии, которую выбирает ученик, и нужности этой профессии в том или ином регионе. А сколько уже, ну, считали, наверное, сколько необходимо будет средств в областном бюджете найти? Мы дополнительно средства сейчас не предусматриваем, то есть все происходит из-за перераспределения средств внутри Министерства образования, то есть пока мы не говорим о дополнительных средствах. Вот если эта программа сыграет и, скажем так, очень много желающих будет, тогда, наверное, надо будет искать дополнительные средства. Ну, а необходимость на 1 сентября какая есть? Ну, мы пока не говорим о необходимости, потому что здесь очень трудно эти цифры говорить. Мы сейчас говорим о квотах, то есть мы определили примерно 200 квот. Ну, почему я говорю примерно? Потому что еще никакие документы не утверждены, то есть сейчас постановление распоряжения правительства именно на согласование. Значит, мы говорим о 200 мест для системы СПО и 200 мест для ВУЗов. Итого, ну, почти полтысячи, да, собственно, ребят будут обучаться с прицелом на то, чтобы пойти потом работать. А дальше посмотрим, да, то есть возможно увеличение таких квот, все зависит от спроса. Ну, опять же, надо понимать, что, например, если такая, ну, любимая профессия, там, экономист, например, юрист, если человек выбирает эту профессию, а юристов-экономистов большого спроса в определенном районе нет, ну, либо мы просто не даем ему эту стипендию, не заключаем такой договор, либо она будет с минимальной, соответственно, величиной. А есть какая-то примерная, вот вы сказали, да, примерно 200 там, 200 там, а примерная цифра в процентном отношении, сколько нужно накрыть? Количество обучающихся, имею в виду, да, там 10%, 20% должны прям вот так вот. К сожалению, нет, потому что вот как раз это еще одна проблема, что ни мы, ни предприятия сами по-хорошему не представляют, сколько им кадров нужно будет через 3-4-5 лет. Они знают только свои нужды вот буквально на сегодняшний день. Это связано с текущей экономической ситуацией, да? То есть они не могут так планировать далеко? Да, это вот сложность, и поэтому как раз одна из проблем – это вот собирать так называемый областной заказ, то есть мы должны нужды с учреждения, прибавлять сюда некую аналитику, то есть попробовать именно рассчитывать эти нужды, то есть какие нужды появятся в тех или иных специалистах в том или ином районе. Я думаю, что научный расчет здесь возможен, и вот мы должны формировать именно областной заказ, то есть наличие тех или иных специалистов по региону. Кстати, еще скажу, что все вот это и курировать профориентацию, и заниматься трудоустройством, вот с заключением договоров таких четырехсторонних, будет новая организация, которая сейчас формируется, Центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций. Так, поподробнее, на базе чего она создается, где она будет? Это будет отдельное юридическое лицо. Отдельное юридическое лицо, значит, и вот функционал будет как раз вопрос создания вот этого областного заказа, то есть выявление нужд предприятий через службу занятости, через работу с самими предприятиями, научный анализ тут же, и потом вот работа уже с учениками и выпускниками с целью заключения такого трудового договора. А разве служба занятостью не занимается подобной работой? Зачем задавать еще одно учреждение? Служба занятости занимается в первую очередь с теми, которые уже выпустились. А здесь мы говорим некую такую превентивную меру, то есть мы должны работать с учениками, с студентами, потому что такой договор и, соответственно, получение стипендий возможно на любом курсе. Это совершенно не обязательно выпускник, это совершенно не обязательно абитуриент, который поступает, это может быть на второй, третий, четвертый курс. То есть этот центр должен подбирать, как раз смотреть вот здесь, допустим, у нас в Амутненске нужны врачи. У нас есть медики, допустим, на медицинских специальностях обучающиеся, да, из Амутненского района. Надо им предложить данный вариант будущего трудоустройства. Я вот шесть лет назад заканчивал Кировский авиационный техникум. И что на третьем курсе, что на четвертом, к нам приходили специалисты и службы занятости с различных предприятий, говорили о трудоустройстве в дальнейшем и о практике. Видимо, не убедили тебя. Я не понимаю, а зачем создавать еще одно учреждение, функциями которого, в принципе, ранее занималась служба занятости? Может быть, возложить дополнительные обязанности на службу занятости, расширить штат? Ну, согласен, что очень много тут вопросов перекликается. Мы будем работать в тесном сотрудничестве. Сейчас мы уже вот эти все вопросы решаем. И создание центра тоже в тесном взаимодействии со службой занятости. Поэтому здесь, ну, хотелось бы именно, чтобы этот центр, он в том числе и входил в какие-то образовательные программы. То есть, вот вопросы, например, профориентации. Значит, не то, чтобы он проводил эту профориентацию, а давал какие-то методические рекомендации, как это лучше сделать. Значит, и, ну, то есть, по сути, может быть, те же самые задачи, но с какими-то другими методами. Когда, извиняюсь, Володь, когда он появится и где? Он появится этим летом уже. Ну, пока где, мы, наверное, не будем говорить, но в Кирове. Просто у меня тоже уточняющий технический вопрос. В чем непосредственном подчинении? Министерство образования. Министерство образования, да. А штат будете из каких людей набирать? Ну, там штат не такой большой. В принципе, все находится внутри нашей системы из вакантных ставок. То есть, ничего дополнительного мы не просим. Какого-то дополнительного финансирования на этот центр не потребуется. Нам сделать пора рекламную паузу. Да, у нас середина часа. Напомним, что мы беседуем с Михаилом Юсуповым, исполняющим обязанности министра образования нашего региона. Через полторы минуты мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Говорим мы о системе образования. И в этой студии у нас исполняющая обязанности министра образования Кировской области Михаил Юсупов. Еще один из пунктов плана, который обсуждался не так давно в правительстве, это создание так называемых опорных школ. Вот у нас появился опорный вуз. Затем прошла, как я понимаю, завершилась уже, наверное, процедура объединения ряда учебных заведений среднеспециальных. И сейчас вот речь идет о школах. Создание сети опорных школ. И перевод с некоторых районных школ в областную собственность. Михаил Васильевич, что это все значит? О чем идет речь? И для чего, собственно? У нас уже успешно функционирует на данный момент несколько государственных школ. Это и лицеи гимназии, и школы, и школы с углубленными изучением отдельных предметов. В областном центре имеем в виду? Ну и в областном центре, и в других районных центрах. Сейчас речь идет о том, чтобы в каждом районе административно-территориальном единице нашей области создать такую опорную школу, которая бы помогала развитию образования в самом районе. Таким образом, с 1 января 2018 года мы планируем в каждом районе Кировской области создать такую опорную школу. Есть школы, которые создаются в районных центрах, есть где-то не совсем в районных центрах, то есть это в поселках. Но, тем не менее, это одни из самых крупных школ, методически грамотных. То есть те школы, которые могут предоставлять услуги не только своим детям, но и помогать организовать учебный процесс в соседних школах, в школах района. В том числе в малокомплектных? Да, в том числе в малокомплектных, потому что ни для кого не секрет, что в некоторых сельских школах, где мало учителей, где нехватка учителей профильных, и в некоторых из таких школ, ну, например, физику может вести физкультурник, я, может быть, утрирую, конечно, но тем не менее проблема есть. И в данном случае вот эта опорная школа, она сможет предоставлять свои ресурсы для соседних школ, например, при помощи дистанционного образования, то есть организуя процесс дистанционно, или при помощи программы «Мобильный учитель», когда, ну, например, тот же учитель физики может работать сразу в нескольких школах, передвигаясь на своем автомобиле, который ему будет предоставлен. Ой, это предложение вызвало большой резонанс не так давно, как это так? Подумали многие, что будет Министерство образования автомобили закупать для мобильных учителей? Будем работать. Или компенсировать расходы там на топливо, например, если есть уже транспортные средства? Ну, возможно, разные варианты. Я думаю, что тут уже все будет по месту решаться более конкретно. Значит, ну, возможно, разные варианты, потому что в таких опорных школах будет и транспорт, например, автобусы, газели, которые будут подвозить детей из различных населенных пунктов. Где нет возможности организовать школу, будут также функционировать интернаты. То есть, возможно, разные варианты, но именно опорная школа, она должна стать опорой для района в организации общего образования. Вы сказали, что все-таки решения местные власти должны будут принимать. Переводить или не переводить в областной статус? Да, сейчас мы ведем консультации с районными администрациями, с системой образования районов. Обсуждаем, но, конечно же, окончательное решение принимает районная дума, потому что главный вопрос, то есть, чем должно это все завершиться, это школа должна быть передана на государственную собственность, то есть на уровень области уже, а не муниципалитета. А что это будет значить для муниципалитетов? Что изменится для них? Что изменится для области? Мы надеемся, что никаких отрицательных изменений не произойдет. С финансовой точки зрения школы получат, сохранят свое финансирование, то есть, какое у них финансирование было, такое и будет. Значит, для муниципалитетов, ну, некоторые муниципалитеты, скажем так, опасаются, что какие-то изменения произойдут, они потеряют контроль над школами. Но здесь я всегда говорю так, что вот эта школа должна стать опорной, то есть, она должна совмещать и государственные задачи, то есть, задачи, которые ставим мы перед ними, и задачи, которые ставит муниципалитет, потому что сама школа создается для помощи муниципалитету. Поэтому, если районы власти будут работать с этой школой, продолжать так же, в том же ключе, несмотря на то, что эта школа им уже не подчиняется, то я думаю, что мы совместно будем решать все проблемы. Финансирование остается прежним, но... На прежнем уровне. На прежнем уровне, да, но в связи с переходом, с переводом в областную собственность, значит ли это, что муниципальные бюджеты, районные, они, там, расходная часть у них где-то снизится по строке образования? Ну, во-первых, понятно, что снизится, это естественно, но здесь надо понимать, что большая часть расходов на образование – это зарплата. Зарплата все равно идет из областного бюджета, поэтому здесь просто эти деньги не будут проходить через муниципальный бюджет, они будут сразу переходить в школу. Ну, то есть сэкономить район где-то там не сможет в результате этого изменения? По сути, да, то есть просто эти деньги не будут доводиться до района, которые идут на школу, вот и все. Если говорить о финансировании, сколько потребуется на реализацию всей этой программы? Понятно, что необходима закупка оборудования, какие-то там ремонтные работы. Ну, сейчас идет как раз процесс всего вот этого анализа, потому что, ну, у нас на данный момент вот сейчас появилось представление, какие школы перейдут в областную собственность. Мы сейчас ориентировочно говорим о 29 школах, значит, потому что в части районов таких школ уже существует на данный момент. Поэтому, ну, где-то с 1 января будет функционировать порядка 40 школ, которые будут выполнять вот такие функции опорных школ. И, конечно же, определившись со списком школ, мы сейчас вот работаем над тем имущественным комплексом, который у школ есть, что муниципалитеты нам будут передавать. Отсюда очень многое будет зависеть, какое финансирование потребуется в дальнейшем. То есть сейчас пока я не готов на это ответить, но я думаю, что к 1 января, когда мы будем школы брать уже, ну, даже не к 1 января, потому что бюджет формируется раньше, естественно, эти вопросы будут... — Михаил Васильевич, ну, в райцентрах есть ведь несколько школ одновременно, да? Как вы выбираете, по какому принципу? — Ну, есть разные у нас райцентры. — Ну, как там, вот первая школа, вторая школа, третья школа? — Ну, еще раз говорю, что, во-первых, мы берем крупные школы, в которых наибольшее количество учеников, в которых учителя, имеющие методический потенциал, потому что они ведь должны еще выполнять методическую функцию, они должны помогать учителям всего района в дальнейшем, значит, ну, проводить свои, реализовывать свои образовательные программы. Поэтому здесь на эти школы будут возложены некие еще методические функции. — Ну, давайте вот возьмем конкретный райцентр, Уржум. Это будет гимназия уржумская, например? — А в Уржуме есть гимназия, она уже работает, да, она станет опорной школой. — Поэтому, ну, и тут же предложение, мы же не единолично это все решали, это все совместно с районами, поэтому предложение районов, наши предложения, мы это все обсуждали, и вот вырабатывали определенную концепцию. — Что касается достатка учителей, да, материального обеспечения, те учители, которые согласятся работать там на несколько школ, они будут зарабатывать больше уж так? — Ну, ведь дело-то в том, что они же будут работать в разных школах, то есть, естественно, они будут зарабатывать больше. Вот по поводу повышения вообще зарплаты... — Ну, я думаю, это и вот с темы, сейчас мы, наверное, и начнем, и закончим уже, наверное. Потому что у нас остается буквально 4 минуты, 5, да, вот тема повышения зарплат учителей. Одна из ключевых остается, надо давить. — Да, ну, конечно, значит, к сожалению, учителя наши получают зарплаты не очень большие, и хотелось бы, конечно, чтобы педагоги зарабатывали хорошо, потому что на себе знаю, сам проработал больше 25 лет в школе, и в том числе педагогом, но, к сожалению, реалии таковы, что мы сейчас пока не ставим задачу повышения зарплаты по всем педагогическим профессиям. С 1 мая у нас по распоряжению губернатора, значит, с 1 мая этого года, да, мы увеличиваем оклады, увеличиваем зарплаты работникам, педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений и системы дополнительного образования. Сейчас на местах, в каждом районе должны сделать свои уже распоряжения, свои примерные положения в оплате труда, в которых должны быть определены повышенные оклады. То есть вот эти категории педагогических работников, у них с 1 мая пойдет некоторое повышение зарплаты. Конечно, мы не говорим о большом повышении, но, тем не менее. Что касается учителей, педагогов общеобразовательных школ, пока мы о повышении зарплаты не говорим. Здесь нужно отметить, что самая главная для нас задача — это выполнение майских указов президента. Где президент четко показал, какие зарплаты должны быть к тому или иному году. То есть есть дорожная карта. Такая дорожная карта есть для Кировской области, где прописаны средние зарплаты, которые должны быть у нас у разных категорий педагогов. И сейчас я немножко расскажу. И такая же дорожная карта есть у каждого района. У каждого района своя средняя зарплата, которая планируется. Но вот на данный момент, например, в школе, в общеобразовательной школе, в общеобразовательных учреждениях, средняя зарплата по 2016 году составила 21 800 рублей. Значит, это величина, конечно, небольшая, но надо понимать, что это средняя зарплата по области. Да, это средняя зарплата по области. Она несколько выше средней зарплаты по промышленности. Ну, по крайней мере, мы выполняем здесь майские указы президента. Значит, ну а вот по дошкольным образовательным учреждениям и дополнительному образованию там было некое недовыполнение. Поэтому мы небольшое увеличение сейчас произвели. Будем держать на пульсе, конечно, смотреть, выполняются ли те распоряжения, которые были. Получается ли у нас средняя зарплата, выходит ли она на среднюю по промышленности. Значит, ну если она не будет выходить, у нас есть еще время откорректировать до конца года. Но пока мы ставим задачу вот именно выполнение майских указов. А что касается учителей, основная задача это не понижение той зарплаты, которую мы достигли в 2016 году. Согласно этой дорожной карте мы выполняем майские указы? Да. На данный момент, вот после тех изменений, которые сейчас с 1 мая произошли, мы на данный момент выполняем. Но здесь ведь такой стоит вопрос, что мы не знаем, какая средняя зарплата по промышленности будет у нас в этом году. То есть мы сейчас пока ориентируемся на некие прогнозные цифры. Поэтому, может быть, что-то еще изменится. Ну а следующие цифры, которые там в дорожной карте фигурируют, 21,800 вы сказали, да? Ну это не дорожная карта, это факт, который несколько процентов там улучшает. Насколько процентов там улучшения? Через год, через два, через три, это все поэтапно? Или как система там вообще устроена? Значит, ну дело в том, что майские указы, они по сути уже завершаются в следующем году. В следующем году мы достигли, по сути того, значения дорожной карты, вот по учителям, если говорить. И в следующем году нам, опять же, в этом году нам главное не уронить эти достижения. Мы, то есть в этом году, к сожалению, там существенных повышений больше ждать не приходится. Ресурсов таких нет на данный момент. А вообще темы выделения денег на образование тяжело обсуждаются? Вы периодически возвращаетесь к этим вопросам? Ну тут надо понимать, что, во-первых, наше финансирование в Кировской области, оно вообще имеет очень такую социальную направленность. Тут это однозначно, то есть вопросы здравоохранения, образования, вопросы социальной сферы, они здесь в приоритете. Но в то же время, учитывая сложность нашего бюджета, понятно, что не все, что мы бы хотели, выполняется. И много еще в образовании тех нерешенных задач у нас старет, материальная база, конечно, надо много проводить различных ремонтов, строить новые школы, садики. Это все еще есть, и я очень надеюсь, что это впереди, потому что мы эти программы не сворачиваем, школы новые строим. И я надеюсь, в этом году мы в Кирове снова выкупим школу на тысячу мест новую. Поэтому процесс идет. Выкупим землю? Нет, уже школу. То есть это идет через процесс выкупа. То есть сейчас строится новая школа. А, то есть организация строит, затем, собственно, Минобор ее выкупает. Поэтому вот в Кирове появится еще одна школа на тысячу мест. Зиновый. Ну, Зиновый мы ее откроем уже 1 сентября, эта школа уже построена, она уже сдана. То есть мы ее 1 сентября откроем, то есть там уже будут учиться ученики. Я говорю, что мы в декабре получим еще одну новую школу на тысячу мест. Где? Напомните. В микрорайоне Урванцево. Урванцево. Вот. Значит, ну, понятно, что необходимость строительства новых школ большая. И в районах, и не только в городе Кирове программа есть. Программа потихонечку финансируется. Ну, вот городской департамент образования недавно опубликовал эти планы. Порядка 13 новых школ запланированы на ближайшие 8 лет. Да? Ну, мы можем податься там немножко. Да, да, да. Планы красивые, конечно. Ну, когда вот все то начнет запускаться, о том, о чем мы сегодня говорили, мы вас снова, позвольте уж, пригласим участие и поговорим. Дадим профессиональную оценку. Михаил Исупов, исполняющий обязанности министра образования Кировской области, был у нас в гостях. Спасибо большое, что были с нами эти 45 минут. Владимир Сметанин, Александр Асохин. Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо, до свидания.